те кто писали что форш этот умрет форш этот не умрет блин друзья в общем есть честно небольшой поехать за дворчик вау друзья всем привет меня зовут максим и это новый выпуск лет гараж я понимаю что вы все уже устали от кузовных работ но поверьте мне скоро это все закончится мы очень много работаем и вы очень часто задаете вопросы по поводу того почему дима не подстрижен и ходит с грязной головой сегодня мы это исправим а также я вам хочу подарить скидку 20 процентов на стрижку по промокоду cayenne ссылочку на онлайн запись я вам оставлю в описании под этим видео но я желаю приятного вам просмотра и мы начинаем в общем друзья надеюсь вы поняли что это была шутка просто я все не честно замотался в этом выпуске мы также увидели гелик black and white team женя очень прикольная машина увидеть как я не обсуждаю также я пытаюсь связаться с хода с авто по вашему совету хода с авто делали двигатель для миша яковлева я к вам прислушиваюсь и вот сейчас веду переговоры они меня перебрали в общем да мы работаем без установки надеюсь вам понравится серия всем привет да продвигаемся к финишной прямой раз уже подготовку в сварке как видите разобрали морду сняли крылья бандер пары все что нам мешает под сварку освободили места под шов шов выключили чтобы можно было пары 1 металл 2 металла 3 металл то есть металла провариваться четко между собой и провариваться 3 усилитель внутренний то есть внутри творить не обязательно она провалится на сквозь здесь точно так же образовики у нас тоже подготовлены под сварку осталось снять кронштейн чтобы на него искры налетели такой пластиковый здесь у нас подготовлена осталось снять дверь чтобы проварить внутреннюю часть здесь мы тоже и завариваем снять крылья так как обработали эпоксидным герметик грунтом и нанести необходимого в районе горловины герметик что он плотно сел так как ткань у нее закрывается и пролезть туда внутрь герметика будет невозможно то есть он закрывается заклеивается выставляем еще раз зазоры и начинаем сварить поточкой потом по той стороне у нас есть еще небольшие необходимые подгонки то есть здесь нужно еще подвести некоторые линии большие уже по мелочи осталось снять верхнюю накладку пороть усилип усилки и проходить также внизу внизу тоже подготовлен такие которые уже подготовлены под сварку здесь мы проходим внутренние усилители а потом закрываем вот так вот и и завариваем также так что дальше продвигаемся сейчас мы проходим по горловине заклеиваем по по канту по завальцовке внутри она обработана эпоксидным грунтом вот сейчас мы пока наносить туда герметик не будем так как при завальцовке сильно повыдавливает его а кантик довольно-таки жесткий сейчас наносим только по горловине наносим так и закладываем туда герметик уже на месте когда уже вырезан зазор и после этого уже промазываем сверху кистевым слоем все проверяем конты чтобы ребра лицовались с собой вот она сейчас идет линия четко ровная ровная по ней здесь чтобы на форточке не был разный зазор сейчас мы проверяем нам нужно соотношение крыла точно вымерить берем вот этот размер от уголка до крепления задней панели здесь у нас она разделенная суппорт отделен в этой частью в этой части у нас все сборе поэтому можем отсюда ориентироваться вымеряем это расстояние размер и переносим на эту сторону то есть от этой же точке все теперь стыкуем фиксируем самолезом а и Продолжение следует... 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 для дальнейших проварки. И все, поехали, дальше. Подготовили для сварки, положили полотно несгораемое, полили его водой, для того, чтобы если в уголки где-то будут попадать искры, они будут там тухнуть и не прожигать его, хотя оно несгораемое, но тем не менее всякие будут моменты, проводка, все защитили, торпеды, все кнопки, все остальное. Подготовили огнетушители, у нас все готово, водой внутри тоже все полили, бак у нас не снимается, хотя это надо было делать, необходимо, но у нас, как бы, немножко такие условия приходится, так, огнетушитель у нас есть, будем варить, сейчас проходим здесь ПК парки, внутренние точки, отдам дальше, пойдем дальше. Поехали. 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 Продолжаем работать. Сварка идет все отлично, провариваем сейчас по швам, по стыкам, а потом, после этого, обрабатываем внутри полости грунтом, эпоксидным, и переходим на другое место. Сейчас провариваем по точкам, по швам, удаляем саморезы, которые держат укренние впускители, обвариваем этих пистолетов. Здесь вверху не хватало немного металла, сделали ставку двойную, проварили ее четко. Сейчас саморезы откручиваю, чтобы их не приварить на место, чтобы они здесь не остались жить. Очень горячие. Вот так вот. И провариваем уже по этим швам, и завариваем дырки под саморезы. Это не всегда в маске получается варить, то есть ты когда одеваешь, она затемняется очень сильно. А проварка идет очень ювелирная, то есть бывает такое, что перечку в миллиметр надо заварить, поэтому попасть с маской всегда бывает возможным. Продолжаем варить, здесь шов проварен по наружной части лонжерона, проварили по этому образовику, по усилителю, все уже проварено. Внутренней части саморезы удалили, проварили дырочки. Сейчас переходим сначала с той стороны, с правой, провариваем наружную часть и залезаем внутрь, вместо мотора и провариваем внутреннюю часть. Наружную часть лонжерона поборили. Сейчас провариваем внутренние части. Для того, чтобы проварить их капитальный, там где стыки металла слишком близко, мы делаем канавку небольшую и протачиваем между слоями металла углубления, для того, чтобы сварка проварила внутренний металл и наружний два. После этого варим и зачищаем. Лонжерона проварили, внутри все готово, усилили, проварили внутри все три металла, сверху нарастили еще металл, чтобы было вровень, чтобы вышлипнуть. И там было максимально, минимально где-то за равной шпаклевкой, либо же верметиком. Сейчас переходим к другой части, обвариваем угол порога, то есть мы провариваем весь его понизу, вот, и потом переходим на следующую сторону. Продолжение следует... Ну что, сейчас зашлифовываем анжероны. Просматриваем, чтобы все было проварено. Если будут где-то какие-то мелкие кропления, будем еще подваривать слегка. Переходим на порог, здесь уже все обварено. Обварили плоскость, шов полностью, заварили внизу по порогу, то есть все он уже практически готов. Сейчас он требует обработки, шлифовки, сварки, болгаркой. Потом будет устанавливаться кроштин для нижнего крепления крыла. А пока переходим на левую сторону, будем там проваривать. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Хотели сказать по поводу специальной проварки лазерным швом. То есть обычно идет у всех точки. Здесь у нас идет прострочка, так сказать, по швам, по всему кузову, по всем проемам. Она нам далась не сразу, то есть она проваривается насквозь три металла. Это удивительно. То есть ее просто отделить даже внутренне невозможно. Его надо прорезать болгаркой. То есть как бы мы, как мы и поступили, то есть с той стороны это видно в некоторых местах. Здесь мы ее обошли. Как и показывали ранее, здесь она идет просто швом. То есть обходим эту часть и провариваем ее с подкладкой. То есть эти вот швы, они у нас прорезаны были болгаркой, толстым швом. Вот здесь вот видно, прорезали их болгаркой кругом, более толстым. И удаляли наружную часть аккуратно, потому что кантики по два, по три миллиметра, но чтобы не повредить металл. После этого она будет провариваться также по этому шву. С точки мы, не знаю, там, тут в принципе точек не так много будет. Расстояние небольшое. То есть вот некоторые подкладки, вот они немножко хлюпенькие, да. Но мы их также проварим, нарастим металл. А потом в конце можно также аккуратно тонкой болгаркой изобразить этот шов. Ну так, для косметики чисто. Для усиления она будет жесткая, как и была. А для косметики можно сделать небольшие надрезы тонким кругом. Вот, здесь в принципе у нас тоже проварим нижняя часть по порогу. То есть выставили ее по местам. Вот, ну а дальше уже будем проваривать здесь, дальше и пойдем двигаться уже. Там спереди тоже мы все зашлифуем, обработаем, ставим усилители. После этого накинем крыло, крылья, значит, соберем всю морду, чтобы уже финишно еще было показано, насколько все ровно и идеально. Как-то так вот. Ну что, друзья, на сегодняшний день мы завершаем работы. Произвели сегодня сварку в передней части кузова. Проварили лонжероны. Зачистили их. Обварили пороги. Здесь вот, да, здесь у нас предстоит еще варка дополнительного кронштейна для крепления крыла. Зачистка, подчистка и уже обработка под грунт, под эпоксидный, чтобы можно было наносить герметик. Шовный, для изоляции и герметизации кузова. Дальше здесь проварены тоже усилители, бразильяки. Все проварено, зачищено. Остается финишная обработка уже лепестковым кругом. Уже водон зачищается, чтобы не было никаких неровностей. Все мелкие моменты все убираются, просматриваются. Если есть какие-то нюансы после проварки, они удаляются. Ну, я думаю, здесь уже все в идеале с первого раза. Здесь проварили по арке. Остались у нас проварка усилителей внутренних. И переходим потом уже завтра наверх. То есть будем проваривать верхнюю часть кузова, то есть внутренними накладками. В принципе, сложности особо таких серьезных нет. Были какие-то моменты, неудобно подлезть снизу. Какие-то нюансы, в общем, небольшие. Но это наша работа. Движение как бы идет. И двигаемся дальше. Движение как бы идет. Движение как бы идет. Движение как бы идет. С одной и с другой стороны. Потом почищается некоторые места. И все, и заваривается. Чтобы не ржавело между металлов. Грунт у нас подсох. Теперь мы его выставляем по месту, по старым точкам. Так как мы ее отсюда снимали, мы его выставляем. Есть как бы крапление, откуда мы отстеживали. После этого, как мы прихватываем, меряем крыло. И привариваем ее полностью. Жестко. Все, переходим на заднюю часть. Провариваем сдачу усилителя. Здесь мы проварили. Сейчас провариваем внутренний усилитель. Среднение боковой панели с задней панелью. И потом будем ставить заглушку. В планах еще есть собрать, поставить сзади бантер фонари. Посмотреть, как это все. Каркас, чтобы не увозило после сварки. Хоть стоит на точке. Ну, еще раз лишний раз. Через картоваться. Все, погнали. Сейчас выставляем усилитель задней панели. На место. Но, конечно, прежде всего, надо будет пробрызгать здесь грунтом. Изжириваем места. Убираем немножко накал. И проходим сварочные швы внутренние. Эпоксидным грунтом. Чтобы потом, когда мы сверху закроем панелью, у нас подобраться к этим грунтом уже будет невозможно. И места могут как бы ржаветь. То есть, после этого они будут обрабатываться специальным составом внутри. Но перед этим покроем грунтом. Он просохнет. А после этого уже будем накладывать с верхней панелью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы опять заехали в DC-Tuning. И решил посмотреть, как дела в СССР с Каеном. Мы его начали обладывать. Сегодня у ребят выходной или здесь нет? Но я вижу, что работа кипит, уже начали обваривать арку, начали ставить точки на стойку. А что там попереду? А перед вообще уже весь обварили. Я так понимаю, им осталось покрыть антикразильным грунтом. А дальше зашпаклевать и подкрасить. Ну что, работа кипит, машина становится машиной. Так же здесь уже все обварено. Круто. А еще многие из вас замечали, что в автокорсе делаются машины Эдерда Билла. Много кто видел его Ниссан ГТР. А сегодня я здесь спалил машину с канала Black&White Team Жени. Вон стоит его кузов Агилентвагена. Пойдемте его посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, вообще, конечно, объем работы проделан тоже колоссальный. Я просто понимаю, что из обычного гелика делают гелик Майбок. Видите, он уже... Ребята его готовят полностью покраски. Кое-где удаляют места коррозии, я уже уточнил. И выводят его весь, потому что машины старые. И обычно с кузовней надо много возиться. Ну, в общем, Женя прям красавчик. Этот проект очень сложный. Я думаю, даже посложнее, чем у меня. И выглядит, ну, достойно. Здесь будет мягкая крыша, я так понимаю, которая будет идти назад. Слушайте, клево. Я бы, на самом деле, тоже бы очень хотел заняться Гелендвагеном, потому что машина легендарная, брутальная. Но вот у меня были попытки несколько лет назад. Но они у меня ничем не увенчались. Так что я купил уже полуготовый проект, отвез его в сервис. Там что-то не смогли разобраться с проводкой. Объявили мне довольно большую сумму для ремонта. И на тот момент я просто не знал, как решить многие задачи, поэтому бросил. Сейчас у меня больше возможностей, ресурсов, больше знакомых. И у меня появился Руслан, с которым в целом мне не страшно уже любые проекты делать. Ну, а за это вообще Жене огромный респект. Воплощать мечты в жизни, это всегда круто, это вдохновляет. Но на самом деле выглядит, как будто так он и был. То есть, если вот сейчас они уберут вот этот шов, это заводской. Здесь тоже все обработается, правда, достойно. Женя, тебе большой респект. Ты молодец. Проект очень. Руслан, привет. Здоров. Так, ну что, рассказывай. Ну что, у нас все по процессу. Морда обварена. Уголки сварены, лонжероны готовы, все на месте. Остается черновая, так сказать, уже финишная обработка и заммаска. Я вчера заезжал, да, ну так ее посмотрел, вспомнил, что здесь обварено. Но здесь вы еще выведите, там выведите, это готово. А здесь осталось только все зачистить и обработать разными грунтами и герметиками. Да, сначала, сначала проходит с рибоксидным грунтом. Где-то, где он будет. Тут будешь поклеваться, да, чуть-чуть. Да, тут будешь поклеваться, да. Здесь будет проходиться там герметик. Вот, видишь, как он здесь вот жирно прям положено. Вот так вот, как же он будет проходиться. И здесь, я думаю, сделаем точно так же. А, ну как вот здесь. Видите, друзья, это заводская история. То есть герметик прям вот лежит некрасиво. Да, доведем, доведем донизу. И здесь тоже самое прям обильно все сверху промажем. То есть по нему. Ну, то есть, да, по идее держать будет. Так, что у нас еще по той стороне? Ну, все то же самое, да? Да, все то же самое, да. Там тоже все обработали. Накладки все эти. Внутри тоже обработали специальным грунтом. Снимали, показывали. Все это обработано, зачищено. Уже остается. То есть здесь все у нас. Здесь все готово. Туда. Здесь тоже осталось обварить. Сейчас финишный еще раз собрали. Жопу, чтобы посмотреть все зазоры, все нюансы. Там миллиметра какие-то. Подогнали. Тут чуть-чуть какое-то. Есть небольшое расстояние. Походу, стекло еще был ударом. Может быть, там что-то петля как-то себя вела. Ну, разница там где-то полмиллиметра, миллиметр не особо влияет. Вот. То есть у нас остается сейчас проварить внутренние усилители. Внутренние усилители. Здесь мы уже обварили внутри. Да, внутрь все обварено и сверху заделано грунтом эпоксидным. То есть сверху, чтобы потом накрыть. Чтобы это место уже было. А, это вы уже обработали? Да, это уже обработано. То есть заварено и обработано уже. А вот такой стыка должен быть? Да, конечно. То есть он не флатон был? Нет, там вот именно там, на этом видно было. То есть мы болгаркой пропиливали, то есть болгарка насквозь пропиливает. А, все, я понял. То есть ее пилишь, и она прям насквозь проходит. ну что друзья процесс то идет финалу а вам но по идее сколько вам день-два еще до литировочный да где-то тогда 2 запилить заточить пусть много всяких внутри этих но да и элементов шовчики доработать с верхней накладкой еще тоже много как там есть нюансы небольшие которые но не простой шов но латунью проварить пропаивать нельзя потому что как и официальный дилер говорит я уже сколько отработал на бедный этот этот стык он если его пропаивать то через время говорят что краска может летать шавчина появляется сгорает если провалить его просто точками то это не катит здесь уже вот шов провален здесь точки проварены то есть мы сейчас провалим шов потом изнутри делаем тоже усиление чтобы вот эту латку еще изнутри вот так вот провалить чтобы он был максимально крепкий не просто шовчик и а потом как бы накрывать это все обработаем как и тем как бы накрываемся тут все естественно задел эпоксидным грунтом чтобы потом уже в конце обрабатывать внутренней полости растопом туда прям вдул и он сверху этого эпоксидного грунта лег и максимально обеспечил безопасность коррозии круто ну чё руслан как обычно молодец вы сами это замечаете я читаю комментарии как вы выстрогать свою работой а я вот его работа выстрогаюсь уже давно потому что это не первый проект который мы делаем вместе надеюсь что не последний да больше про руслана вы можете увидеть его в инстаграме не забывайте подписаться ссылочка на него внизу но я надеюсь что они не будет времени делать чужие машины потому что у меня очень много планов в будущем нам надо много проектов делать нормально все успеваем мы потому что вечерами выезжаем на высокие моменты да вы правда молодцы так ну чё все выглядит круто работаем они дал не так давно отвлекались от проекта еще очередной раз как бы у нас тоже на одной машине к занимаешься чуть-чуть надо отдыхать от нее вот и несколько вечеров выезжали вечеров выезжали делали машину чемпионом по дрифту гочи вот в инстаграме можете увидеть это его бешеную сильвию да да бешеную сильвию гочи я хочу с тобой подружиться как с тобой подружиться ты очень крутой там реально очень крутой в общем на русло тоже подписывайтесь вот тоже очень крутой мы все тут очень крутые еще друзья многие из вас пишут комментарии что это убыточный бессмысленный проект что было проще купить каен друзья все не ради денег делается это по факту тренировка моих возможностей просто но это все не так просто как вы думаете что привез машину руслан руслан ее делает поиск запчастей это постоянно это договора с разными компаниями с обманщиками которые пытаются кинуть на деньги в общем чтобы все это организовать это ну действительно большая работа но а вообще моя глобальная мечта это восстановить старый porsche там 930 964 или 993 ну неважно просто эти машины отреставрированные стоят но просто запредельных денег они отреставрированные но они тоже дорогие там 3 4 5 6 миллионов но в любом случае к тем машинам нужно еще более тщательный подход и нужно уметь решать вообще различного рода задачи и вопросы как с поиском запчастей материалов поиском хороших и надежных механиков и жестянщиков и так далее вот я сейчас по чуть-чуть по чуть-чуть собираю так сказать таких людей чтобы в будущем делать еще более интересные клевые проекты до с точки зрения денег эта машина наверняка будет минусовой но во-первых я показал вам что в россии умеют делать машины и есть люди которые умеют делать мне кажется как минимум это заслуживает уважения уважения а во-вторых тоже кто много кто писал что там в америке такие машины там страховой и никто не делает но вообще его друзья я все и посмотрю на американских ресурсах уже 15 лет я занимаюсь вот этими ну не вот этими машинами а вот такого рода вещами уже 15 лет у меня в основном было куча таких машин и в америке восстанавливают lamborghini ferrari просто разорванные пополам просто берут и восстанавливают именно там я все это насмотрелся и решил показать вам так что товарищи кто не понимает зачем я это делаю я это делаю ради вас и нас отличный контент показывает весь как бы объем работы и я думаю что это многим интересно да как происходит процесс это она больше для обширный день как бы обширные до аудитории такой и друзья я пришел на youtube не на вас зарабатывать деньги я уже пришел с хорошими машинами которые делал сам своими руками которые мне помогали делать вот руслан юра там ну еще какие-то сервисы я вас знакомлю с сервисами в которых я обслуживаю машины и скажем так которые рекомендую поэтому не пишите пожалуйста мне плохие комменты я начинаю грустить у меня падает настроение понимаете здесь я справлю внутренне это получается талант который между них стоит потом внутреннюю силу потом мы накрываем второй металл делаем лапку до вставляем то есть его тоже обрабатываем а после этого уже будет накладка сверху здесь проварим здесь уже проварена верхней часть но это будет проварить вот этих про справиться который как как лазерный шок этот который между точек идет его тоже здесь надо будет проварить заглушиваем потом внутри проварим усилитель после этого там тоже обрабатываем эпоксидником она просыхает и сверху уже закрываем заглушкой то есть она уже вставляет таким образом не будем закрывать друзья сейчас у нас данный момент стал вопрос каким образом будем стыковать эту деталь здесь она завода идет здесь как обычно проварена на точками кемпом поверху у нее идет латуневый шов то есть на заводе она сварится латунью вот внутри потом обрабатывается и все здесь у нас получается мы сняли старую деталь гнутую сняли здесь латунь по технологии на официальном дилере и по ремонту по всем моментам это дело промазывается специальным кузовным клеем к 5b либо террасон специальный на который клеится крыша но у нас меняется элемент крыла верхний поэтому надо сделать крепко жестко и в данный момент мы сейчас попробуем делаем эксперимент так как крыло у нас еще есть верхняя часть там крыши не нужно мы сейчас разрезали крыло по этому шву проварим посмотрим не идет ли крышу потому что хорошо было бы его при этом всем еще приварить по верхним точкам здесь мы тоже отслоили эту часть ну по сути то же самое у нас на машине снято крыло здесь мы отрезали по крышу вот у нас такой же стык как и на машине мы его прихватываем струбциной да и попробуем проварить плашным швом конечно я думаю вряд ли будем сделаем несколько точек зачистим их в канавке посмотрим насколько будет крепко держать то есть ломанем если что она нас свободно она у нас лежит как бы плюшкой в любом случае для того чтобы здесь можно было обработать и покрасить эти плюшки надо будет сточить то есть когда стал чем они немножко истончаются но видно изначально что у нас она держится хорошо плюс есть небольшая щель между металлов которые тоже попадает сварку и заплавляют и изнутри у нас вопрос либо мы ее проклеиваем ставим на клей либо мы и прихватываем также на точки а потом проходим специальным кузовным клеем и заделаем этот шов еще более жестко и крепко сейчас мы стачем точки и посмотрим насколько она будет крепко там держаться сейчас мы сделаем эксперимент и проварим прямо сплошным швом по сантиметров 78 можно даже 10 посмотрим насколько поведет металл этот или или это если мы вот такими с вами по два сантиметра смотри-ка погоним ребро верхнюю губу погоним то есть нам лучше сделать как то есть скорее всего мы ставим так что мы эту боковинку которая нас снята мы ставим на специальный кузовной клей вставляем и она у нас высыхает даем ей возможность высохнуть там сколько она просыхает после этого делаем ее стежками а это вы что тестите получается да у нас эксперимент и можем сделать как обычно многие делают вырезают вот так вот оставляют полоску проделать вкладку как и мы здесь и приваривают ее вот так разные тут методов 5 наверное как поменять эту боковину то есть каждый из них в нем есть свои плюсы и минусы латунью проваривать смысла нет да конечно интересно да у них соединение крыша блин не просто лифт в точку проварены молдингом закрыта соединение блин стольких металлов его и снизу не подвечет ну да да я понимаю была бы возможность снизу но тут снизу раз два три четвертый получается металл мы сейчас ее проверим как и лучше ну скорее все будем так как я делаешь машина конечно где-то так сказать под заморачиваем у нас есть время нам надо не просто быстро слепить ее выпустить как котлет она сделать сделать грамот какие-то моменты если меняется крыша то она просто спиливается и ставится на это клей здесь у нас элемент крыла который все-таки имеет тоже свой где-то ход когда кузов играет то есть крышка лежит она просто риск крыша отдельно здесь она имеет соединение форточки я понял то есть жесткость чуть другая кузов блин у них необычный я реально таких машин не видел по сути все skoda audi у них этот шов идет они всех практически такая вот вот таких стежков я не видел ни на одной машине ладно честно первый раз если делаем швами швами фишками да то его начинает вести то есть где-то будет шишки будет яма и на этой плоскости на этой придется плевать мы этого не хотим поэтому будем делать иным путем в итоге эксперимента так сказать мы поняли что сплошным швом мы здесь наварить и не будем не латунью вообще по-хорошему это делается специальный есть аппарат на некоторых официальных дилерах которым также проволокой есть отдельный рукав из него лезет олока или латуни и можно было но все равно вашим и шов там не варит варит только завод мы решили что мы сплошными швами такими стежками делать не будем так как металл если посмотреть сбоку вот видно даже ну глазом его видно в этом месте где было шов порядка двух сантиметров его сразу выворачивает и металл начинает подводить и на крыше и на стойке мы делаем как я уже сказал ставим ее на клей под не ставим на клей под крышу и на белым клей оставляем надвигаем фиксируем на месте на саморезы ночь она нас отстаивается после этого мы делаем точки точки сварки для усиленного укрепления чтобы шов потом не расшелся не отрезался потом мы отбиваем этот шок дополнительно скотчем чтобы никуда лишний гернуть и проходим уже клеем по шву замазываем его вовнутрь и и Продолжение следует... Продолжение следует...